Ну что, 11.00 и мы с вами стартуем. Еще раз всем добрый день, здравствуйте. Мы сейчас окунемся в мир необычной красоты, необычно новых продуктов, сумасшедших, на мой взгляд, запусков в каталоге номер 15. Осталось несколько дней для того, чтобы насладиться нашими новинками и громко-громко о них заявить. Итак, что же нас с вами ожидает в каталоге номер 15? Нас с вами ожидает необыкновенный аромат. Аромат, который один раз выходит такой, и мы больше нигде эту замечательную волшебную ноту не представим ни в одном другом аромате. И раскроется эта волшебная нота в новом Giordani Gold Essence. Это очень запатентовано, это очень эксклюзивно, это по-нашему, по Арифлейму. Итак, на страницах нашего каталога мы видим с вами замечательный парфюм. Он очень уникальный, он очень с эффектным дизайнерским подходом. Сам аромат разработан очень уникально. И вся уникальность, конечно же, должна заключиться в что-то очень дорогое, что-то очень волшебное. И я вам сейчас с большой гордостью представляю сам флакон. Вот он такой красивый, такой пафосный. Толстое стекло защищает нашу волшебную ноту. Лист золота 24-каратное мы положили и заключили в крышку. Богатая, дорогая крышка, вся со всех сторон золотая. Это что-то необыкновенное. Естественно, через помпу мы окунемся в мир этого прекрасного аромата. И, как я предлагаю, зайти в облако. Аромат очень концентрированный, аромат очень стойкий. Поэтому не нужно много его на себя использовать. Я не могу вам точно сказать, это будет вечерний или дневной аромат. Может быть, это будет утреннее для кого-то волшебство. Но не нужно этого делать много. Достаточно одного раза нажатия на помпу и перенести аккуратно разный зон на зоны пульса. Либо войти в облако. Мы раз нажимаем на помпу и заходим в это замечательное облако и наслаждаемся этим уникальным ароматом. Еще раз хочу подчеркнуть, что это эксклюзивно, это запатентовано. И для Арифлейм это очень уникально. Сказать дальше о уникальности и гордиться, конечно, нужно и очень важно. В мире существует порядка 100 высококачественных парфюмеров. И мы гордимся тем, что компания Арифлейм с гордостью заявляет, что имеет такую возможность приглашать к сотрудничеству лучших парфюмеров мира. Поэтому вот такой факт гордости, запомните его, пожалуйста. Конечно же, нужно сказать нам о ноте этой замечательной композиции, о том, что сказал наш Патрис Перегрин. Это как раз очень известный парфюмер, с сотрудничеством которого он же является автором этой удивительной композиции. Мы работали над этой замечательной нотой. Итак, флёр д'оранж. Центральная нота, мы её ещё называем, нота сердца, самая основная, самая волшебная. И что же говорит нам сам создатель, сам художник, он же музыкант, он же поэт, и наш замечательный и уважаемый парфюмер, что написал он портрет незнакомки абсолютно, которая ценит искусство, ценит роскошь и красивую жизнь. Милые дамы, этот аромат для нас. Давайте посмотрим, какой же образ увидел Патрис. Как должна выглядеть дама. Итак, вот она роскошная, вот она соблазнительная, пробуждающая интерес и привлекает внимание к нашей обольстительности. Так обольщайте и привлекайте внимание. Это наше с вами право. Вот такой замечательный и уникальный подарок мы можем приобрести для себя в каталоге номер 15. Что же нас еще с вами ожидает? Конечно же, без цели. Компания Reflame радует подобными мероприятиями, рождением чего-то нового, либо еще раз мы хотим рассказать и вручить то, что было уже давным-давно, что вошло в историю компании. Это то, что производит Италия. Производит не просто так, производит вручную. И это уникальная возможность приобрести такой родной, такой уже волшебно давно известный продукт в каталоге номер 15. О чем же сейчас идет речь? Конечно, у вас у всех на руках уже давно каталоги 15, и вы знаете, о чем мы будем говорить. Конечно же, это румянов шарик. Мы перезапускаем румяна в шариках, и мы говорим, что это безупречность, что это идеальное нанесение, что это бесподобное сияние, причем сияние естественное. И в каталоге 15 мы с вами сможем приобрести их вот по такой замечательной цене. Но это еще не все, и я для вас приготовила интересные моменты. Для нас с вами, конечно, мы уже знаем, что минеральная косметика – это очень правильно, это очень модно, мы в тренде, и мы никогда от этого не отступимся, мы будем предлагать, предлагать все новое и все полезное. Почему? Потому что в свое время декоративная косметика только выходила для того, чтобы корректировать, либо делать лицо ярче. На сегодняшний день декоративная косметика еще и максимально ухаживает за кожей. И, собственно говоря, такой замечательный продукт, как румяна в шариках, хороший пример. Мы здесь предлагаем два основных минерала – это кварц и слюда. Это очень хорошие, очень качественные минералы, которые предлагают здоровое сияние для кожи, для кожи лица, естественно. У нас были в свое время уже так, да, говорю, бронзовое сияние, сейчас на экране вы видите естественное сияние. Бронзовое сияние использовали даже спортсмены, актеры для того, чтобы сделать эффект автозагара. Например, нанести кисточкой быстро, очень красиво переходит плавный цвет, естественно сияет, естественно отражает и придает красивый, здоровый цвет загара. Я думаю, что мы не оставим этот момент без внимания, и бронзовое сияние у нас будет, да, пока мы имеем естественное. За счет чего? А мы предлагаем правильный оттенок, правильное сияние цвета, а кожа в области румян. За счет того, что шарики правильно подобраны по цветовому решению. Здесь всего четыре разных оттенка – светло-бежевый, более темно-бежевый, нежно-розовый и ярко-розовый. И за счет того, что все шарики по цвету смешиваются, мы предлагаем единое красивое сияние в отношении цветового решения. Вот такой очень интересный момент. Что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать про жемчужины, форма вручную, да, мы говорим, что это очень дорогая технология превращения румяна в шариков. Поэтому, конечно же, было бы неправильно, если бы мы выбирали для нас нужный цвет, давили бы шарик, использовали для этого кисточку, да, то есть это был какой-то единый вариант в цвете, и наши бы шарики заканчивались очень-очень быстро. На самом деле румяна в шариках – это очень экономное использование. Но что хотелось бы сказать и напомнить нам всем о том, что румяна в шариках не живут 5 лет. Это продукт. Нет, при возможности, конечно, я читала отзывы по использованию румян в шариках и их долговечность, но здесь я не совсем с вами, со всеми соглашусь. По одной простой причине, что это неправильно. Это продукт-незабыватель и, естественно, продукт, который очень часто соприкасается с производным кожей. То есть для этого есть кисточка, и вы каждый день используете кисточку для использования румян, вы касаетесь самих шариков, потом переносите на лицо и так делаете несколько раз. Что может произойти? То, что наработала кожа, плюс еще то, что вы нанесли, это, например, еще дополнительная декоративная косметика в виде базы под макияж, тонально-основы, пудры. Да, все те этапы, которые изначально мы с вами продемонстрировали на свое лицо. Плюс, конечно же, средства по уходу – это дневной крем и вместе с активатором, возможно, что скорее всего. То, соответственно, если это вечернее нанесение, то вы не пойдете умываться, а освежите свои румяна, соответственно, еще и наработки кожи собственной. Поэтому, что здесь мы рекомендуем? Обязательно кисточка должна мыться по мере ее загрязнения. Иначе ваши шарики глазируются вот тем, о чем мы с вами говорили только что. То есть это и природные наработки кожи, и декоративная косметика, и средства по уходу. Поэтому здесь, конечно же, нужно на это обращать внимание. Кисточке нужно мыть. Что еще хотела бы вам рассказать? Мы давайте немножечко окунемся в историю. В свое время Джордане было представлено в черном футляре. И шарики смотрелись очень ярко, и так, как смотрите вы сейчас на слайде. Мы вернули историю. И теперь вот такая черная красивая коробочка, обрамление золотого кольца. И я думаю, что это больше даже такого богатства предложено в данном дизайне. Румян в шариках. Винтовая крышка. В свое время, может быть, кто-то помнит, она просто закрывалась. Плотное было закрытие, но вероятность того, что, например, где-то как-то ударило, если вы в сумочке берете их с собой, то крышка иногда могла открыться, и, соответственно, мы получали неприятную историю, когда шарики все абсолютно полностью высыпались у нас на дно сумки. Здесь же винт мы откручиваем и получаем изначально пуховку. У нее очень презентабельный вид. А внизу пуховочки мы видим губку, которую мы всегда и видели, для того, чтобы наши шарики при транспортировке не кололи. Вот такие же цвета нам оставили. Все мы их хорошо узнаем. Вот такое количество. Это абсолютно новая коробочка румян. Вот такое количество закрывает полностью первое, первый слой полностью, дно, и где-то сверху шариков, наверное, сейчас я даже вам посчитаю, шариков 12 во втором слое, чтобы вы понимали. Дальше идет пуховка, то есть мы ни в коем случае, ни в коем мере не вытаскиваем шарики из коробки с какой-то нехорошей экономией или воровством, да не приведи Господь, да? То есть вот, чтобы вы понимали, в новой коробочке и знали, что отвечать нашему клиенту, какое количество шариков должно быть. То есть еще раз повторюсь, первый слой полностью закрывает дно коробочки нашей, и где-то шариков 12 сверху. То есть вот если сделать вот так коробочку, сделать ее более подвижной, да, мы видим, как верхние шарики вот так вот у нас спокойно перемещаются. 6, 10, 13 даже насчитала, да? Вот. Соответственно, поняли, пуховкой мы не пользуемся, не делая макияж в области румяна. Для этого у нас вот такая замечательная писть профессиональная, тоже красивая, общий футляр, металл, полностью металл и крышечка, и основа, и защитная золотая вот такая основа. Как вы думаете, для чего? Ну, я думаю, что вы все знаете, да, для того, чтобы защитить ворс. Иначе он у нас распушится, поломается, а здесь вот, пожалуйста, вниз опускаем, начинаем действие нанесения, да, вверх поднимаем, ворс защищен, тут же закрываем крышечкой до щелчка, кисточка у нас защищена и может перемещаться. Да, с нами, например, сумочку можем взять с собой и куда угодно, собственно говоря. Вот такой красивый дизайн самой коробочки, да, то есть мы говорим, что это гол, Джордани гол, да, но вот в таком пафосном, красивом, черном цвете выполнен полностью дизайн. И коробки, как упаковки, и коробочки непосредственно уже продукта. Еще хочу с вами поделиться одной новостью, ну, может, для кого-то и на новость. Кварт, все понятно, этот минерал достаточно знакомый. Кто же такая слюда? Вот тут прям как-то никак непонятно. Вот внизу коробочки, видите, я вам показала на слайде, что это минеральная порода, которая находится в скале, и вот ее, собственно говоря, добывают. Для чего? Для того, чтобы очень активно использовать в косметике в целом по уходу, как минерал, плюс еще очень часто и очень активно используют в декоративной косметике, собственно говоря, мы тому пример, мы ее используем в декоративной косметике очень активно, непосредственно вот в наших замечательных и любимых румяных шариках. Ее действие – это очень красивое естественное сияние кожи. Имеется в виду не перламутровое нанесение, да, а сияние с легким переливом света. А вместе с этим обладает свойством светоотражения. То есть мы здесь немножечко обманывали, да, вдруг у нас какая-то, а может быть и не какая-то микрорельефность на поверхности кожи, то когда мы используем румяных шариках, эта зона очень хорошо выравнивается при преломлении света в разы выравнивается. Плюс еще обладает матирующим эффектом. Это у тех отсок, у которых очень сильно расширенные поры, либо по причине, ну, может быть, возрастных изменений остались рубцы на пол. То есть здесь тоже вот такая вот очень приятная история по выравниванию. То есть и матирует, и хорошо выравнивает, и придает естественное сияние, работает для переломления света, а тем самым мы омолаживаемся. Вот такой замечательный минерал, который мы используем в наших румяных шариках. Я думаю, что я вам донесла очень интересную историю, и вы будете ее очень активно использовать. Следующее, о чем мы с вами сегодня поговорим, это прям очень интересная вещь. Вообще презентация 15-го каталога, и вообще сам по себе каталог, он очень богат. Я думаю, что у нас получится хорошо делать продажи, продажи хорошие, и самое главное, легкие. Это прямо сразу пожелание первых минут нашего общения. Итак, легендарная серия, о которой мы очень хорошо говорим, которую мы очень хорошо знаем, и, конечно же, любим. Это серия «Молоко и меда». Мы ее любим и с профессиональной точки зрения, и из истории. Помним, что Клеопатра делала молочные ванны и так далее, и так далее. Мы очень часто эту историю рассказываем на наших тренингах, либо просто подводим разговор к презентации линии «Молока и меда». И знаете, что у нас серия также перезапустилась, стала золотой, подарочной, очень подарочной, которая включила в себя уже не только уход за телом и руками. У нас буквально в предыдущем каталоге вышел крем по уходу за руками. А теперь мы предлагаем еще и окунуться в волшебство мира ухода за волосами. Давайте посмотрим, как же будут выглядеть эти замечательные продукты. Собственно говоря, будут они выглядеть вот так. И очень вкусная первая страница, где мы говорим про качество такого минерала, как мед, такого вкусного состава. И, собственно говоря, не менее богатого экстракта молока, то есть обогащенными двумя экстрактами волшебными, молока и меда, что способствует очень хорошему омоложению. Обращаю ваше внимание на очень хорошую, привлекательную цену двух продуктов. Естественно, мы будем продавать два продукта. Почему? Потому что очень много примесей в самой воде. Основная примеси – это хлорка. Да, хлор, как правило, сушит. Общее отопление сейчас везде подключили. Соответственно, уровень влажности очень мал стал. Соответственно, для того, а мы с вами проводим очень много времени, скажем так, даже ночь достаточно, для того, чтобы ночью спим, очень сильно пересушивает кожу. Поэтому вот как раз, если говорить о линейке молоко и мед, это питательный, правильный подход к подходу ухода, увлажнения и питания серия, к уходу за волосами. Волос мы, когда мы его трогаем, да, ему не больно, мы его вот так вот берем, как бы сгибая, ломаем, заколки, шпильки, зажимы разные, краски для волос, фены, соленая вода, хлорированная вода, минусовая температура, очень низкий уровень влажности в помещении. Соответственно, все эти факторы, они, собственно говоря, очень пагубно влияют на качество нашей кожи в целом, и волос, собственно говоря, тоже. Поэтому мы используем в продуктах вот такие вот минералы, такие элементы правильные, такие витамины, которые способны защищать, увлажнять и восстанавливать наши волосы. Мы тут говорим не только про тело, руки, про кожу рук, про кожу ног, да, в целом, то есть страдает все. И волосы, собственно, не исключение. Поэтому рекомендую взять эту серию с экстрактом молока и меда, взять ее в том составе, который представлен сейчас на нашем экране, Далее мы используем кондиционер, используем его порядка трех-двух минуточек, смываем хорошо водой, убираем под полотенце, сильно не тревожа, не выжимая волосы, да, под полотенцем, и ходим какое-то количество времени, и только потом, может быть, нужна укладка, а может быть, если вы дома, и вы располагаете хорошим количеством времени, то оставьте, и пусть волосы высыхают сами, да, то есть не в принужденном порядке. Итак, давайте вспомним, чем же богаты молоко и мед, вот те компоненты, которые обогатили нашу золотую серию молока и меда. Сам по себе экстракт меда содержит микроэлементы и витамины. Основное его действие – это укреплять, как ранее уже сказала, и восстановление идет по всей длине. Если мы говорим про протеины молока, они также увлажняют и питают, то есть как бы двойное действие мы оказываем, да, и еще стимулируют клетки волос для роста и развития. То есть, естественно, когда мы моем голову, а такой состав и мед, и молоко у нас и в шампуне, и в кондиционере, то, естественно, когда мы используем процедуру очищения, предлагаем для себя, то мы обязательно используем шампунь и для головы, да, именно там наработки, производные через, именно название сала, да, мы должны смыть. Первый раз, когда мы используем шампунь, мы смываем все тяжелое, это сажа, копоть, пыль и так далее, и так далее, остатки стайлинга снимаются, а второй раз мы уже промываем кожу головы, да. Может быть, сейчас для кого-то открою секрет, а может быть, вы уже все такие профессора и знаете, сам концентрат, сам шампунь на голову не используй. Во-первых, это с точки зрения правильно, а во-вторых, почему, потому что вы не перенесете, вот, например, вы капнули какое-то количество шампуня прямо из основного объема, ну, вот, на зону теми. Перенести это количество, какое-то количество шампуня на затылок очень будет тяжело. Но мне, например, со мной этот вариант не пройдет. Это для тех, у кого средняя длина, длинные волосы, очень сделать тяжело. Что в этом случае вам сказали бы профессионалы? Водичка, третья часть от стакана, небольшое количество самого шампуня, разводите и аккуратно перемещаете на поверхность кожи головы, предварительно волосы максимально смоченные, да, то есть они мокрые, очень сильно мокрые. И вот теперь вы делаете массаж. Сначала вы моете по всей длине, первое, да, мы говорили, что смываем все самое тяжелое, и все самое такое в виде стайлингов, да, как декор для волос. А потом мы уже моем то, что наработала наша кожа головы для собственной природной защиты. Вот такая история. Кондиционер ни при каких условиях не наносится, наоборот, на кожу головы. Кондиционер мы используем только на волосы, от корней, да, мы говорим, и до самых кончиков. То есть вот такая история, очень простая, очень банальная, но не все всегда знают. Я надеюсь, что вы все знаете, всем волосы вам красивых, шелковистых, длинных, таких хороших, ухоженных волос. Нашей новой золотой серии. То, о чем я сейчас вам скажу, это прорыв. Это реальный прорыв. И говорить мы сейчас, мы, конечно, основное внимание будем уделять с вами этой новой серии. И я надеюсь, что в конце, конечно, мы уделим время на вопросы, но я надеюсь, что сейчас, слушая меня внимательно, запоминайте, фиксируйте, я не знаю, там, запишите где-то себе, если вдруг у вас какие-то будут возникать вопросы. Буду говорить медленно, спокойно, торжествуя, гордясь, да, и с огромным удовольствием для нас, для всех. Итак, новая серия, которая поможет нам сделать нашу кожу моложе и более упругой аж на 70%. Вот интрига, да, но мы все уже видели наш этот каталог, нам было очень интересно. Кто-то верит, кто-то не верит. Но то, что я сейчас буду говорить, я надеюсь, веру вселю. Сначала буду говорить про факты гордости. Семь лет проводились исследования на тысячу активных ингредиентов. Это было порядка 30 тысяч скринов на гены. Это революция, это открытие наших ученых. Вы знаете, что у нас есть институт кожи. И вот все эти исследования проводились такое большое количество времени, где и был рожден новый комплекс запатентованной компанией Арифлейм по своей уникальности и вызывающий чувство гордости аспарта листа, который и будет действовать именно таким образом, что на 70% будет улучшать упругость кожи листа. Давайте поедем дальше. Итак, еще раз хочу повторить, что новый комплекс, который был рожден, запатентованный, имеет название Аспарта лист, производная которой аспарагиновая кислота. Клинически доказан тот факт, что увеличение гибкости клеток под названием фибробласты на 60% начинают работать так, как если бы они работали 20 лет молодым. мы более подробно посмотрим сейчас с вами подробную историю. Давайте посмотрим вот на эти квадратики. вот так выглядит кожа молодая, нижний. Смотрим с вами нижний квадрат. Маленькие сиреневые точечки. Давайте сверху смотреть. Сверху. Сверху идет эпидермис. Дальше идет дерма. Вот в дерме вы видите вот такие вот спирали. Их очень много. Спирали соединяются маленькими сиреневыми точечками. Вот так. Давайте наверх посмотрим. И тут они очень хорошо видны. Да, такие розочки как бы сиреневые. Вот если смотреть на нижний квадрат, то это и есть клетки под названием фибробласты. Когда фибробласты гибкие, когда они активные, они начинают активно вырабатывать эластин. И вот эти вот пружины, да, вот эти вулканы такие, это и есть эластиновый волокон. Давайте смотрим на верхний квадратик. Розочек мало, в отличие от нижнего рисунка. Это и есть фибробласты. Они не активны, они уже как бы задубевшие такие, устаревшие. И выработку, естественно, эластина не производят. Отсюда какое количество морщин. То есть мы с вами видим, что здесь очень серьезная микровельефность. Может быть, это и очень сильно глубокие морщины. Основная, конечно, морщина – это А-зона. Это углы рта опущены вниз уже. Вот такие изменения возрастные. И, конечно же, оплыв овала лица. Вот такие изменения мы наблюдаем. Хорошо, но теперь нам нужно разобраться. Мы поняли, какие активны фибробласты их действия и какие неактивны. Мы поняли, но тогда нам нужно что-то с этим делать. И было выявлено 12 значимых признаков, которые показывают на возраст женщины. Да, конечно же, мы говорили здесь и о сиянии кожи, какая она, и о текстуре, и о тоне, и о морщинах. Но все разом показали на упругость. Потеря упругости – это больше, что волнует наших женщин. Мы теперь предлагаем комплекс «Аспарта лифт». Мы получили признаки, мы поняли, что есть задача. И на фоне этого был предложен результат, реальный результат с помощью вот такой целой серии. Мы с вами сейчас окунемся в мир «Новэйдж». Это название всего антивозрастного по уходу за кожей. «Новэйдж» будет называться у нас, начиная с 25-летнего возраста и заканчивая до 50 лет. Давайте вспомним, какая серия у нас стартанула, наверное, года два назад, если я права, подскажите мне, которая борется с первыми признаками старения, начиная с возраста 25 лет. 25, мои хорошие. True Perfection. Конечно, молодцы. Итак, что такое «Новэйдж»? Я буду загибать пальчики, а вы будете про себя проговаривать. Это True Perfection, раз. Экологен, два. Следующее, то, что сейчас вы видите на экране. Новый комплекс «Аспарта Лифт», как он будет называться? Ну. Не вижу. Пишем. Пишем, я читаю вас. Смотрите, еще раз. Что такое «Новэйдж», дорогие мои? Лифтинг? Да-да-да, молодцы. Лифтинг, но вы мне ее назовите. Лифтинг, то, что вы видите сейчас. Еще раз. Что такое… Ultimate Lift. Совершенно верно. Давайте еще раз, потому что сейчас путаница. Что такое… Так. Молодцы. Хорошо. Но еще одного вы мне не назвали. Как вы думаете, после «Аспарта Лифт» что будет у нас в Анте? Нет-нет-нет, по серии, по уходу. Так. А после «Королевского» власть над временем. Вот именно так упорядочно будет выглядеть наш антивейк. «Аспарта Лифтинг» – это рожденный комплекс от производной аспарагиновой кислоты. Было выявлено 12 признаков, но из них самый серьезный, самый важный, на который указали – это потеря упругости кожи. Был рожден целая серия. Результат этой серии – это упругость, это идеальный овал лица. И что самое интересное, чем хуже качество кожи, тем лучше результат. Вот такой парадокс. Так, я не принесла с собой, хотя, ага, принесла. Вот так будет выглядеть сыворотка. Сейчас мы с вами посмотрим полностью уход. Он у нас представлен сейчас вот хорошо на слайде. Давайте еще раз с вами закрепим, что такое «Новэйдж». Что такое «Новэйдж»? На каждой баночке будет у вас написано «Новэйдж», 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 «Новэйдж». Все серии, еще раз повторяю, все серии, которые начинаются с преждевременного старения, это возраст 25, и до 50, все это под названием «Новэйдж». «Новэйдж» не поменяет средства по уходу первого этапа, это очищение и тонизирование. Ни во власти над временем, ни в экологене, через определенное количество времени их не будет, этих очищалок, ни в королевском бархате. Очищение не будет вообще. Очищение будет универсальное для всех «Новэйдж». Здесь все понятно? Если понятно, прям пишите плюсики мне. То есть очищающие средства будут для всех одни, единые. И в True Perfection, и в экологене, и в нашем Аспартолифте, и власть над временем, все будет одно единое. А вот уже активаторы, да, это сыворотки, капсулы, дневной и ночной крем и уход за кожей лица у нас с вами будет по названию. Это понятно? Да, вот здесь мы с вами разобрались? Мы с вами разобрались. Отлично. Да. Вот, а это все будет «Новэйдж». То есть баночки, на каждой баночке, да, «Альтимейт лифт», вот, например, сейчас я вам дам прочитать. На ней написано «Новэйдж» сверху, видите? Показываю «Новэйдж», а внизу написано «Продукция из «Новэйдж» по уходу 40+. «Альтимейт лифт». Видно вам? Вот, вот сейчас совсем хорошо видно. Все антивозрастное по уходу имеет название «Новэйдж». Но ниже будет указано «Экология на это» или «Аспартолифт», или «Власть над временем» и так далее. Начиная с 25 лет, вот, все, что необходимо для решения проблемы по возрасту, будет уже называться по-другому. То есть мы, в принципе, здесь ничего сильно не поменяли. Просто назвали все это антивозрастное «Новэйдж» и дали два универсальных продукта для очищения. Да, то есть они не будут называться «Новэйдж» и «Кологиям», «Молочко». Да, то есть такого не будет. Или «Новэйдж» – «Власть над временем». То есть такого не будет. Он будет один для всех. То, что вы сейчас видите на экране, все вот такое и будет. Все. Что еще самое важное? Теперь нам нужно понимать, что нам с этим всем делать. Первое, самое основное, мы будем предлагать наборы. Давайте так, не хотим и очень громогласно, тогда так, комплекс. То есть начиная с очищающего средства, тонизирования, ухода за кожей вокруг глаз, активатора, дневного и ночного крема. В этом случае мы говорим, что три месяца вы пользуетесь без остановок. Тогда вы получите результат, о котором мы вам сказали. Какой мы результат сказали? Ваша кожа будет лучше на 70%, будет более упругая и выровнится по форме овала листала. То есть вот такое мы предложили решение. По поводу универсальности, не значит лучше и так далее, и так далее. Наши ученые разработали эти продукты. Почему универсально? Потому что это удобно, раз. Во-вторых, они сделали для очищения правильный подход. Если в очищении мы предложили молочко на основе трех активных масел, что и способствует мягкому, очень достойному очищению. А, например, при недостатке влаги, в свое время у нас были, да и сейчас есть у нас серия оптимов, которые активно восстанавливают уровень влажности. Теперь мы его не будем терять, если будет правильно пользоваться, правильно еще и использовать этапы по очищению. Потому что в тонике предложили два активных компонента на основе глицерина. И глицерин восстанавливает уровень влажности и не дает уходить влаги из клеток. То есть очень правильно проработанное очищение, но универсальное, да, для всех возрастов. А дальше уйдет уже по решению индивидуальной проблемы по возрасту. Поэтому здесь очень правильно продумано. И, естественно, как вы думаете, за 7 лет использовали кожу разного возраста. А результаты были после очищения показаны одни и те же. То есть очень мягкое очищение, безболезненно кожа проводила эту процедуру для себя, очищаясь, да, и тонизируя для того, чтобы активные вещества были более активными по отношению к данной проблеме. Вот и все. Все очень легко, все очень правильно, все очень четко. И самое главное – просто. Просто для нас с вами, потому что нам проще все это объяснить, нежели в каждой серии у нас были свои очищения, свои тоники, и люди зачастую просто-напросто не покупали эти продукты. А отсюда, если они ими не пользовались, соответственно, они не получали тот результат, о котором мы говорили, вот и все. А если нет вопросов по новой нашей серии, по Novage, а непосредственно Ultimate Lift, то мы можем двигаться дальше. Хорошо. А у нас уже традиция, мы предлагаем лучший продукт, лучший продукт для себя, приобрети для кого-то и так далее, и так далее. Я выбрала на сегодняшний день Optifresh. Optifresh 8 в 1, 50 мл объема, вот это большая, большая бутылка. Объем большой, я говорю, ох, полулитрушечка, но не на спирту. Это большой плюс. Почему? Потому что не раздражает кризисство рта, а правильно действует по отношению к уходу. Итак, действие. Обеспечивает чистоту даже в труднодоступных местах. Мы все знаем хорошо, что есть щетки для зубов, есть у нас механические, есть просто щетки разных цветов. Мы с вами просили, чтобы были разноцветные, чтобы не путались они у нас, если в семье много людей, от трех до пяти это уже считается много. Когда один живешь, понятно, у тебя только твоя щетка и все. А дальше, если они все три или пять одинакового цвета, то здесь уже возникают трудности. Поэтому разные щетки, есть и механические, и обычные щетки. Но сказать, что они просто обычные не сказать, потому что они разной жесткости. То есть для чувствительных зубов щетинка нежненькая, и для нормальных, и таких прям совсем нормальных, уже более жесткая щетина. Прямо почистил, так почистил. Далее. Мы устраняем неприятный запах изо рта. Это очень немаловажный факт. Почему? Потому что мы с вами, например, люди, достаточно публичные. Поэтому вот такая пол-литровая пляжечка, наверное, даже правильно будет сказать, не помешает, если мы, например, себе в офисе заведем. Но уж если приобретем для всей семьи, это, наверное, будет очень правильно с нашей стороны сделано. Далее мы обеспечиваем колоссальную защиту как для зубов, так и для десен аж на 12 часов. Это тоже не голые слова, не голые факты, а все это естественные исследования и, собственно, доказанный результат. Также в состав входит фтор. Действия фтора – это укрепляющие свойства, непосредственно влияющие на зубы, а непосредственно еще и на мета, о, господи, эмаль. И еще очень интересный факт, что подходит для деток, начиная же с 6-летнего возраста. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, уж точно этот замечательный продукт пригодится для всей семьи. Вот такую выборку я сделаю. Думаю, пойдет сегодня ко мне на презентацию Optifresh, потому что он 8 в 1, он такой весь универсальный, большой и очень-очень правильный. А еще и в 15-м каталоге он у нас идет с хорошей скидкой. Мы его сможем с вами заказать за 259 рублей. Поэтому, пожалуйста, уже сейчас можно подумать о организации подарков. И также, собственно говоря, если вы идете к кому-то в гости, в семью, вот так вот красиво презентуете эту пол-литру. Ну вот, я думаю, что это очень хороший подарок. И для себя, и для близких, родных, друзей, как хотите. Следующее. Прям очень радостно, прям так вот. Знаете, советую вам это приобрести. Вот так вот, чтобы говорить. Конечно, вы видели это в каталоге, из Сент-Сент-Коу. Вы почувствуете себя хозяйкой дорогого салона. Это в дорогой серии. Можно, первое, наверное, прикоснуться к роскоши процедуры очищения. Второе, это к дизайнерскому подходу такому. Потому что очень красиво, очень эффектно. И пока это со скидкой, пока это как новинка, можно брать. И не стыдно подарить, и не стыдно пользоваться самому. И очень дорого, очень качественные экстраты обогатили эту замечательную серию. И давайте более подробно посмотрим, чего же, какой же роскоши мы с вами, собственно говоря, коснемся. Итак, буду сейчас рассказывать о натуральных эфирных масел. Это лимона, который источником является витамин С, который укрепляет кожу, делает ее здоровой, упругой, сияющей. Ну, в принципе, здоровая кожа, она выглядит именно так, да. И, конечно же, натуральный экстракт вербены. Это тоже природный, такой, дарующий молодость экстракт. По праву мы его называем антиоксидантом, который также дарит свежесть и сияние нашей кожи. Плюс ко всему омолаживает, по действию антиоксиданта, вы знаете, да, препятствует на старение кожи. Плюс еще и разглаживает нашу кожу и восстанавливая ее усталость, да. То есть укрепляет, подтягивает вот такие хвосты волшебные, волшебным свойством обладает наши продукты. Я сегодня на нашу встречу захватила одного волшебника. Это лосьон. Вот я его сейчас аккуратно со всех сторон вам буду презентовать. Вот прям вот аккуратно и во все лицо, скажем так. Вот дорогой, вот такая у него лицевая красивая обложка, хочется сказать, прям, да. Вот смотрите, бог, какой он толстенький, он объемненький. Вот так вот написана сама серия. Вот такой вот он богатенький. Состав, пожалуйста, объем, все, что необходимо знать о нашем богатейшем лосьоне по уходу за, как за руками, так и за телом. И, ну, как понюхать вам? Конечно, вам только понюхать через онлайн. Нюхать еще не придумали. Но через каталог вы уже коснулись этой роскоши. Я только могу чуть-чуть похвастаться, нанесу на себя. Очень быстро впитывается, очень хороший, свежий, бодрящий запах. Ну, лимон свое дело действует. По действию оказывает, конечно, да, делает свое действие. И хочется, конечно, вот в камере сказать, ну, понюхайте, да, ну, извините. Не буду больше хвастаться. Вот, вот такой вот прекрасный продукт в виде целой серии нас с вами будет ожидать в 15 каталоге. Итак, это мыло жидкое, это гель для душа и лосьон-крем для рук и тела. Вот такое богатство, вот такая красота. Красивая очень в развороте страница, очень хорошо описана. Она же ароматическая, поэтому, пожалуйста, для себя познакомьтесь и нашему клиенту дайте обязательно понюхать. Ну, собственно говоря, прям вот душа радует. Радуется, поэтому наслаждайтесь роскошью, доступной роскошью. Что же нас с вами ожидает еще? И мы знаем по каталогу, что у нас есть лицевая сторона каталога и обложка. И здесь, конечно, Джинсенса нас вот так вот пафосно встречает. А есть еще и дверь каталога. Почему? Потому что каждому интересно, кто откуда. Кто-то вот прям с конца начинает изучать наш каталог. Поэтому мы всегда обращаем на это внимание. И, как правило, с другой стороны, другую обложку, да, открывая дверь, с другой стороны, в каталог мы предлагаем очень интересные вариации новинок, либо скидки, либо перезапусков. И здесь мы видим тоже перезапуск замечательной туши. Мы говорим о том, что глаза – это зеркало души. Тогда что такое ресницы, да, это рама, такая драгоценная всего этого зеркала. И вот эта драгоценная рама представлена у нас в четырех разных оттенках туши. Про тушь – это и витаминный комплекс, это и защитный комплекс, это и объем, да, все качество, которое нам необходимо для того, чтобы декорировать нашу рамку, правильно сказать, это наши ресницы, а мы предлагаем всего лишь за 99 рублей. Они у меня с собой, черное я не брала, но черное оно и черное, да, чего на нее смотреть. Хочу вам представить цветовое решение. Значит, что у нас будет? У нас будет серебро, у нас будет золото, и будет вот такой голубосиреневый, я бы даже сказала. Почему? Потому что когда ты открываешь вот такой цвет, мне кажется, камера немножечко выхватывает прямо здесь голубой-голубой, на самом деле вот я ее извлекла из футляра, и она сиреневая. Вот так камера вам переносит, видите, как отскажает цвет. А то же самое происходит и тогда, когда вы декорируете реснички. Да, вы начинаете их прокрашивать, казалось бы, сиреневой тушью такой, светленький, бледненький, и реснички начинают становиться уже ярко-голубыми. Вот такой очень интересный факт. Вместе с этим они еще и перламутровые. То есть если вот так вот протестировать на кожу руки с той стороны, то вы видите эти мерцающие частицы. Соответственно, декорированные они у вас будут очень интересны. И при ломлении хорошего освещения искусственных ламп или солнечного света реснички будут играть. Прямо вот необыкновенным таким переливом в свете. Ну, давайте посмотрим с вами на золото. Вот такое золото нас с вами ожидает. Немножечко белесое, да? Как бы вам вот показать. Ну, основная, конечно, это выбеленная такая часть. И очень-очень много золотых мелких частиц, что в свою очередь и дают вот это вот золотое мерцание, и декорируют наши реснички. И осталась у нас стальная, она же серебряная. Ну, по-моему, какое-то подобие у нас уже было. Очень хорошо выступать в роли снегурочки, например. Вот видите, вот она показывает голубой. Но не голубая она, чтобы вы понимали, да? Не голубая. Светлая прям вот серебро-серебро-серебро. Серо-серебристая, чтобы вы поверили мне на слово. И тоже много серебристых частичек, кристальчиков, мерцающих каких-то вот таких частиц, которые также при преломлении хорошего освещения, любого искусственного, солнечного, еще раз повторюсь, будет красиво смотреться. Да, немножечко сама же себя избила. Очень хорошо использовать, например, каких-то сказочных персонажей к праздникам, например, сейчас к Новому году, к Рождеству. Будете ходить, у кого детки маленькие, поздравлять. Да и если, честно говоря, в мой возраст придет Дед Мороз со снегурочкой, можно даже без снегурочки, я с удовольствием приму от него подарок, даже если без подарка придет, приму. Потому что окунуться в мир сказки, и всегда мы будем, наверное, до последних своих дней уже пожилого возраста, наверное, верить вот в это чудо Дед Морозов, сказку. Потому что именно Новый год, он такой необыкновенный праздник. Ну, хочется быть частицей какого-то такого ребенка, наивного, да, такой наивной девочки, а почему бы и нет? Самый любимый всеми праздник. Поэтому, ну, как вот тут вот, что еще скажешь? Поэтому одевайтесь Дед Морозов, снегурочек, берите эти цветные туши, крастье реснички. Ну, это же здорово. Сами себе создаем праздник, сами же и наслаждаемся всей этой историей, да? Чем сидеть и думать о глобальном. О глобальном тоже нужно думать, конечно же. Но делайте, учитесь делать сами для себя праздник. Вот, это очень здорово было бы. Ну что, в принципе, если есть вопросы, ну, конечно, они есть, я готова на них ответить. Мы закончили презентацию новинок, еще хотела бы сказать, что обязательно запаситесь пробниками, то есть как рассказывать про наш новейдж, а непосредственно про Ultimate Lift Novage, это давайте вспомним, что это Novage. Это все антивозрастное, начиная с 25 лет и до, да? А вот то, чего мы запускаем сейчас в 15 каталоге, имеет название Ultimate Lift, а аспара-лифт-комплекс вошел от производной аспарагиновой кислоты, что в свою очередь и выставляет быть клетку фиброблат более активным, более гибкой для того, чтобы вырабатывал эластин эта клеточка. И, соответственно, мы получаем результат 70% кожа лучше, более упругая, нежели, если бы мы не пользовались этим замечательным комплексом. Вот такие пробнички, пожалуйста, дневной есть, ночной, сыворотка, да, вот три пробника, пожалуйста, знакомьте, собирайте свои структуры, проводите мастер-классы, покажите полностью, как выглядит данная серия, расскажите про его действия и обязательно, но, да, то есть мы даем время, мы даем комплекс, пользуемся комплексно, тогда вы получите результат, о котором мы заявляем. Да, то есть вот так проходили исследования и никак иначе. Как вы будете делать там, да, это к нам тогда без претензий. Мы вас научили, как это нужно делать до результата. Как вы будете делать, вы в домике, к нам не подходите, глупые вопросы не задавайте, да. То есть если ты будешь делать так, как я тебя научил, значит, в твоей жизни все будет прекрасно, и результаты в компании ты получишь. Вот такой комментарий от меня лично. Пользуюсь я этой линией на спарта лифт уже две недели. Мне нравится. Очень хорошо. По действию, скажу так, чувствуется, что работает, прям такое вот что-то там с кожей такое, что-то прям чувствую, работает. Что там работает? Ну, видимо, вот эта вот кислота, вернее, ее производная, заставляет фибробласты быть более активными, и у меня идет активно выработка эластина и коллагена. Вот, чего я вам желаю. Так, ну хорошо, давайте от лирики отступаем, будем задавать вопросы и будем смотреть. Так, липкость, жирность, какие ощущения на коже? Ни липкости, ни жирности, ничего, полностью, абсолютно уходит, но единственная рекомендация, как и всегда была, дневные кремы за 15 минут до макияжа, ночной за час. Вот. Никаких ощущений не испытываю, нехороших. Спасибо за комментарий. Так, Оксаночка, черные метки, черные метки, это, сейчас скажу, на тюбиках, на… То есть то, что двигается по конвейеру, обязательно имеет метку черную, синюю, смотря какую там на производстве поставят, это для конвейерной линии. Там есть датчики, которые считывают и не дают уйти неровно, двигаться неровно по конвейерной линии, да, то есть ровно-ровно один за другим, почему? Потому что есть еще датчики, есть выводы трубочек, которые отвечают за наполнение этого тюбика или баночки, потом нужно дальше бежить, бежить, бежить дальше, чтобы ровно дозатор вставили или крышку закрутили. Вот для этого ставят такие маркировочки, вот эти вот цветные, это все на производстве, это не влияет на качество, я читала уже, мне задавали такие часто, задают вопросы, вот, поэтому знаете, как на это отвечать, есть на этот счет очень много всяких комментариев, но вот основной комментарий, это правильно, это на производстве ставится для того, чтобы все ровненько шло по конвейеру. Так, а какой пробник на вейдж? Код, вам какой код говорить? А мы указываем его здесь? Да, указываем, давайте пишите, хорошо, у нас пока есть время. Дневной – 320,94, сыворотка – 320,99, и ночной – 320,95. 320,95. Вот такие пробнички. Так, дальше вопрос. Сейчас, секундочку. Так, не смывала, не пекло, не краснела до этого раньше. Тоже использовались другими, так, кремы другие, говорит, было тоже пару лет назад, сейчас вообще ничем не пользуется лицо. Отлично, все-все подошло. Вот, отлично, рада, хорошо, что все подошло. Так, Елена, может быть, просто близко к слизистой глазам? Так, интересно, весь набор на вейдж можно ли будет за 50%? Поживем, увидим, пока ничего не могу вам сказать. Вся коммуникация, обязательно мы будем вас… Вы будете те первые люди, которые будут об этом знать. Все, коммуникация вся будет. Так, глаза только, что это может быть? На аллергии не похоже, а что делать? Так, ну, смотрите. Давайте еще раз я прочитаю вопрос. Так, так. Впервые стартнулась с проблемой. Девочка 30 лет попробовала стерео-труберфекшн, в том числе крем вокруг глаз. На подвижное веко не наносила. И стали следить за глаза минут через 15 прошло. Значит, смотрите, какой комментарий. Лена, отвечаю на вопрос. Нужно выяснить у девушки, в каком количестве она использовала крем. Это первое. Да, мы всегда говорим, стычная головка на одну зону одного глаза. И самое важное мы наносим только под… Если это зона верхнего века, это именно зона верхнего века под бровь. Мы не наносим кремы по уходу за глазами, кроме гелий, на подвижную складку. Вот эта складка, которая дает возможности глазу моргать и увлажнять глазное яблоко. Вот это первая ошибка, которую люди зачастую, они на нее не обращают внимания, но получают результат вот именно такой. То есть, смотрите, крем, какой бы он, бы не был супер, там, пупер-пупер. И проверенные офтальмологами, да. Да, то есть, и там целая система. Но прошу не забывать, что все эти продукты, они не для слизистых. Если вдруг они попадают на зону слизистые, понимаете, и глаза у всех разные. У кого-то менее чувствительные, у кого-то более чувствительные, у кого-то даже на отдушку. Но, в принципе, компания Reflame старается в продукты по уходу за кожей глаз не использовать отдушку, чтобы не было еще дополнительного раздражения. Вот, поэтому здесь вот на это нужно обратить внимание. Следующий момент, как проводилась процедура очищения и чем. Может быть, не досняли очищающие средства, которые проводили до макияжа. То есть, тут прям вот сажаем девушку напротив себя и говорим, рассказывай. Сами ей карты пока не открываем для того, чтобы убедиться в проблеме, что она сделала не так. Ну и самое последнее, если она вся вот такая правильная, что она правильно нанесла крем, смыла остатки очищающего средства, там, дособирала его, да, там, ну, ничего такого не было и не почистила лук в этот момент, понимаете, потому что, когда мы, бывает разное в жизни, что мы вот на банальные какие-то вещи избытом не обращаем внимания, а потом говорим, ммм, это косметика во всем виноват. Вот, на самом деле нет. Либо перед этим уже глаз предварительно был поврежден, там, я не знаю, линзы она долго носила, да, и высохло глазное яблоко там, и, соответственно, натерло, раздразнило. Это может быть от сильного холодного ветра. Причин, вот вы можете мне верить, не верить, но огромное количество этих причин. Вот, поэтому вот прям девочку сажаем и понимаем, что там, да. Ну, и последнее, как я уже пытаюсь уже долгое время сказать, это проявление аллергической реакции. Никто не застрахован. Мы производим формулы для всех, для каждого, да, то есть статистика, например, 90% все, и для нас это уже хорошая формула, и мы производим для всех, для каждого. Ну, а вдруг вот эти 10%, она и вошла в эти 10%. Тоже не исключение. В этом случае, что, деньги на предоплату, сдаем продукт при предъявлении медицинского заключения, что действительно данный продукт вы получили аллергическую реакцию. Все. Вот, так что вот прям вот, прям спрашивать, анализировать, понимать, направлять, да, что-то ценное, говорить какие-то вещи, ну, вот, поэтому тут века – это вообще очень тонкая штука такая, да. Так, дальше. Спасибо огромное. Всегда пожалуйста. Коды пробников получили, да. Так, после курса «Антиметвит» на какую серию переходить, как часто ее использовать. Ну, смотрите, вы получили результат, в принципе, вы можете попробовать любое другое, но вряд ли уход кожи с первых признаков старения, да, вот, но что-то возрастное, в принципе, можно попробовать. Мы посмотрим, что у нас, может быть, какие-то новинки еще появятся. Я думаю, что можно поменять. Но вы достигли результата, и этого вполне достаточно. Можете оставаться на нем, а можете поменять. Молоко и мед для волос жирных у корней. Значит, смотрите, мои дорогие. Молоко и мед не имеют, мы не конкретизируем за какими волосами. За поврежденными, за жирными, за сухими, за окрашенными. Это универсальная питательная формула, которая нужна всем. Вопрос в другом, что, например, для жирных волос есть специальный комплекс, который регулирует проявление подхожного сала, и, ну, и как бы процент секреции вырабатывается в меньшем процентном соотношении, да, как обычно. А здесь, например, у нас такого регулятора нет. Поэтому, если мы мыли голову через день или вынуждены мыть каждый день, то молоко и мед – это как раз для этого. То есть уже за день-то сразу резко там сильно ничего у вас, ну, вы не почувствуете, не поймете. Вот. А уход через богатейший экстракт молока и меда – это очень хороший уход. Ну, он никогда не помешает. Так, про наборы я вам ничего пока говорить не буду, чтобы вас не вводить, скажем так, в незнание. Так, хорошо, сейчас напишу вам коды поздник. Писать или все уже услышали? А, уже пишут. Спасибо, молодцы. Так, в интернете часто пишут, что количество ингредиентов – профессиональное место по счету состава. Да, это так? Ну, да, это так. Это так. В составе, да, совершенно верно. То есть если вы крем по уходу за телом берете состав, и первый идет ингредиент аква, то есть вода, большее количество процента именно воды в этом продукте есть. Совершенно верно. Так, что еще? Заказывайте мамам, папам, кому хотите заказывайте, делайте их красивее. Так, не наносила на подвижное веко и стали следить. Значит, дальше узнаем, что там. Значит, если совсем последнее что-то там, если она все идеально сделала, значит, действительно аллергическая реакция. Я этот момент не исключаю, Лен. Возможно. А их можно заказать. О чем речь идет? О пробниках? Да, конечно, можете заказывать. Хорошо, Лен, я поняла, следила и аллергия. Ну, все тогда, тогда понятно. Ну, концентрированная серия, очень активная. Возможно, на вот эту вот акацию у нее и проявление аллергии. Надо там посмотреть. Там состав-то он же не только вот этого цветка, да. Там надо смотреть. Если раньше аллергии не было, ну, у нас так, знаете, у нас с возрастом все появляется. Так. Через сколько? Через 15 минут прошло? Через 15 минут. Ну, вообще, мы говорим такой комментарий. Три минуты и смывать средства. Ну, если здесь вот часто такой момент, да, сложно. Можно, аллерген можно накопить еще. То есть пока реакция такая, что там через 15 минут, например, прошла реакция, а может так случиться, что она пока будет проходить-проходить, а потом накопится аллерген и не пройдет. Придется пить уже препарат. Тут все очень индивидуально. Вот. Так, в мире Арифлейм сейчас пробник сыворотки. Ну, это мы пока про пробники. Можно ли от экологена, вся серия, быть аллергия через 2 недели в виде крупных прыщиков больших? Надо смотреть, какие прыщики. Если это водяные, то, скорее всего, собственно, нынечковые тоже могут быть. Но последите за продуктами питания. Знаете как? На день, на два вообще серию отодвиньте. Не ухаживайте за кожей именно экологеном, да? На что-то поменяйте. И проследите. Если сразу успокоится кожа, то, скорее всего, да, на экологен. Как я и говорила, Леня рассказывала о том, что может накопиться аллерген и вот так себя проявить. Либо последите просто со стыковкой, да? То есть в уходе был экологен по уходу за лицом, а что-то съели или выпили, или дыхнули чем-то. Вот такая история тоже может быть. Просто вот наслоил случай и все. Так. Пожалуйста, за презентацию. Всегда рада. Выходим в эфир. Каждый каталог, за исключением редким, может быть, каким-то. Очень рада, что вы с нами. Очень здорово. Так, еще раз повторяю, как наносить крем по уходу за кожей глаз. Берем минимальное количество. Общее количество на зону одного глаза составит спичная головка. Если вы еще до сих пор помните, какого размера она, да? Или, например, вот у нас в нашей Ultimate Lip, у нас уход за кожей вокруг глаз, дозатор. Вот один раз вы нажали на дозатор, я говорю просто про новую нашу, да? Про Ultimate Lip. То там достаточно одного нажатия на две зоны глаза. Вот. То есть вот это тоже, обратите внимание. Аккуратно, безымянным пальчиком, безымянный, вот он, он самый неподвижный, лентяйчик мы его еще называем, но он самый нежный. Из-за того, что он мало принимает участия в каких-то наших действиях, да? Переносим, давайте ближе, вот так, сяду к вам. Переносим зону подброзь, делаем 4 аккуратных капельки. И вниз опускаемся на нижнее веко, также с расстоянием 4 капельки. Этим же пальчиком аккуратненько, аппликационно переносим средства сверху вниз. И если отек, и нам нужно немножечко поработать над этой проблемой, то из внутреннего уголочка глаза, да, уходим в зону виска. Вот такие движения, в зону виска. Итак, мы не забываем с вами, что мы не наносим средства по уходу за глазами, кроме гелевой текстуры. Здесь у нас гелевая еще уходит, да, за кожей вокруг глаз, на подвижную складку. Как только крем на подвижную складку не наносится. Почему? Потому что мы имеем свое тепло. За счет тепла крем начинает потихонечку опускаться. Мы имеем постоянное движение века, что еще провоцирует его перемещение. И как раз за счет этого нужное количество крема перемещается и на подвижную складочку. Если же мы нанесем на нее крем, то за счет собственного тепла и движения веком вероятность того, что крем спустится и попадет на слизистую, велика. Поэтому мы не рекомендуем наносить на подвижную складку. Многие переживают, что именно эта зона останется для внимания. Нет, не переживайте, все будет хорошо, все у вас будет ухоженно. Только пальчик туда со средством не коснет. Все очень легко. Если мы говорим про уход за нижним веком, то с расстояния 3-5 мм от роста ресниц. То есть тоже не подходите близко. Тут понятно, сила гравитации и крем никак наверх не пойдет, да? Но тем не менее, эта зона также не обрабатывает. Дальше. Возможно ли получить запись этого вебинара? От меня лично, нет, технически мы не можем с этой платформы провести запись. Но я надеюсь, что у нас вообще лидеры очень бдительные. И после каждого нашего выхода в эфир выходит в чат запись. И я тогда с удовольствием вам всем еще проверю. Всем ли выслали, получили ли все. Я сама еще и буду рассылать вам. Хорошо? Так, дальше. О, вот видите? Вот уже люди бдительные, уже сделали ссылочку, вышлют. Ну, а я, соответственно, Москва-регионы. Вот, спасибо огромное. Я проявлю бдительность дополнительно и разошлю уже с тем. Отличненько. Спасибо, мои хорошие. Так, следующий вопрос. Можно? Так, можно, конечно. Так, по вкладышу каталога. Ну, давайте попробуем. Ремень-брошь как по качеству. Ну, вы понимаете, те аксессуары, которые мы производим и размещаем в наших каталогах, вы же понимаете, что это супер-супер модно и в тренде, но не на большое количество времени. Если это из эко-кожи, если это не из драгоценных металлов, да, если это экономный вариант, то, естественно, вы понимаете, вы продвинете моду где-то 2-3 месяца, а дальше у нас новые выйдут аксессуары, и вы приобретете новый. Поэтому зачем вам ходить под ним ремнем в тысячу миллионов лет? Я извиняюсь, утрирую, конечно, но тем не менее. То есть он соответствует цене и качеству. Давайте так будем говорить. Так, давайте, 4 раза это кто-то же пишет мне. Молоко и мед для волос жирных у корней и сухих на кончиках подойдет? Я же уже отвечала на такой вопрос. Да, мы не пишем, для жирных он или для сухих. Он питательный, минеральный и защитный. Вот так вот весь этот уход молоко и мед. Это прикоснись к роскоши за счет вот этих уникальных компонентов, минералов. То есть экстракт молока и меда, они много в себе витаминов, минералов содержат, что, собственно говоря, и обогащает данную серию и предлагает максимальный уход к волосу. Мы здесь не говорим о качестве жирных или сухих. То есть мы восстановительным процессом занимаемся и омоложением. Вот и все. Любой волос, он достойен экстракта молока и меда. Поэтому, пожалуйста, жирные у вас или сухие, welcome к золотой серии. Так, где можно ссылку на запись получить? Сейчас, после того, как вебинар пройдет, я буду делать рассылку и в скайпе. Посмотрю и Аксан сделаю рассылочку. И я надеюсь, что вы будете довольны о записи. Хорошо? Это вот Ржев мне, Санкт-Петербургский филиал, мне задает вопрос. Поэтому я буквально сегодня этим займусь. И вы уже сегодня получите ссылку на запись. Так, у нее было раньше на крем Арифлэм и Крустерии, и потом она вообще ничем не пользовалась. Значит, аллергия, Лен. Я думаю, что аллергия, если у нее и раньше такое было. Ну, через час, может быть, не обещаю, но через два я постараюсь. Ссылочку вам пришлю. Да, Лен, я думаю, что лучше не рисковать, потому что раз на такие активные комплексы идет аллергия, ну, как бы проявление какое-то есть. Вот, хотя, знаешь, не рисковать, а может рискнуть. Спасибо вам, спасибо. Так. Проводили спа-уход, мы не чувствуем руководство. Спа-уход ручки? Лен, спа-уход какой проводили? Спасибо большое, девочки, спасибо. Спасибо. Спасибо большое за любовь. Спасибо, я читаю. Девочки, вот кто мне пишет в чат, включите. Давайте через астму свяжитесь со своими астмой, они ведут ваши чаты, и мне будет так удобнее просто. Я захожу в чат там какой-то, там, знаете, допустим, одного филиала, а там четыре чата бывает. И так просто удобнее с вами общаться будет, хорошо? Вот, тут даже вот мне подсказывают об отец. Так. Спасибо вам, спасибо. А, лицо спа, Леночка поняла. Лицо спа, лицо спа прям малахит делает свое дело, ой, хорошие минералы. Спасибо, мои хорошие, спасибо огромное. Я надеюсь, что у нас прям сегодня 150 человек, а было, я смотрела там под 180, даже и побольше, я так периодически туда-сюда. Вот, поэтому я думаю, что можно и побольше, да, можно и побольше, но причины разные, по какой причине там кто-то не смог. Вот, я надеюсь, что мы будем с вами встречаться, будем делиться, будем учиться, самое главное. Ну и важно хорошие заказывать. Почему? Потому что очень много хорошей продукции, нам самое главное не лениться про нее рассказывать. Вот научите, как научите, так и будет, собственно говоря. Да, продукт уникальный, продукт хороший, ну, что же там вот я одна-то так сильно буду гордиться. Давайте все вместе будем гордиться, делать хорошие заказы, будем расти, будем больше информации давать и новым людям. Поэтому я за вас пишу кулачки, вам роста большого, успехов, любви, здоровья с компанией Reflame, а по-другому здесь никак нельзя. Все, спасибо вам огромное, до новых встреч, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.